Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сегодня мы будем продолжать учиться молиться по Слову Божьему. По второму писал Никистам, 3 глава, 5, 13, 16 стих. Всю эту неделю мы молились. Стих 13 по 15 стих, 21 стих. Стих 3 глава, 8 по 14 стих, 16, 20 стих. Стих 4 глава, 1 по 9 стих, 13, стих, 19 стих. С колотянам 1 глава, 9 по 23 стих, 25 стих. С колотянам 2 глава, 6 по 7 стих, 9 по 10 стих, 12 стих. С колотянам 3 глава, 2 по 10 стих, 8 по 25 стих. И сегодня мы будем учиться молиться с вами с 2-й китом, 3-я глава, 5-й, 13-й, 16-й стих. И переводите эти стихи на стихи. Давайте откроем 5-й кит, 3-я глава, 5-й, 14-й, 16-й и 15-й, 16-й, 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 16-й. Давайте будем молиться вместе. И переводите эти стихи на стихи. Господь жду править сердце мою в любовь к Божию и в терпениях Христового. 13 стих. Где же вы, братья, не унывайте, делая добро? Так, я же, братья, не унываю, делая добро? Аминь. И 16 стих. Там же Господь мира додаст мне мир всегда во всем. Господь там со мной. Аминь. Вот. Еще добавляем этот стих и будем молиться на этой неделе. Этим стихом тоже. Я чувствую, что когда я молиться именно по слову Божьему, то Бог начинает действовать. И вот эти стихи, и вот Слово Божье, оно начинает действовать в моей жизни. Лично в моей жизни начинает действовать. Вот. Поэтому я всем рекомендую молиться по слову Божьему. Потому что это слово Божье, это воля Божья. И Бог желает, чтобы мы молились, но по воле Божьему. И по своим похотям, и по своим плоским желаниям, да? И вожделениям, а именно по слову Божьему. Потому что это есть воля Божья для нашей жизни, для нашей христианской жизни. Если вы хотите быть успешными, следование за Иисусом Христом, у нас есть путь, да? Это Иисус. А Иисус это и есть истина. А истина это и есть Слово Божье. Поэтому давайте будем мудрыми и будем молиться по слову Божьему. Аминь. Продолжим размышлять сегодня над Словом Божьим. Первая карьера, давайте откроем страницу 214, 13 глава, прочитаем 8 стих и 13 стих. Аминь. Аминь. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания попразднятся. И тринадцатый стих. Аминь. 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 Мы с вами размышляли над этими стихами писания, но Господь желает, чтобы сегодня мы с вами продолжили размышлять над этими стихами. Аминь. 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 учили, что они уже будут не актуальны для нашей жизни. Те знания, те наши образования, там, третья, высшая, или три высших образования, для этого все оно не нужно, потому что это все упразднится, оно не будет нужно. Когда мы будем с вами жить в городе, который Бог нам приготовил, там не нужны будут уже врачи, не нужны там будут уже какие-то там профессии, которые сейчас, например, на земле нужны. Потому что там будет стоять дерево, где есть линия народа. Будут двенадцать раз приносящие плоды. И люди будут писать это плод дерева и исцеляться. То есть это все не нужно уже будет. Вот. И здесь говорили языки в его окна. Сейчас на земле много-много разных языков, да? И Бог однажды разделил все языки, чтобы люди не могли построить такую высокую лавилонскую башню. И они хотели построить такую высокую башню для нигде. И Бог специально раздает языки, чтобы они уже трудно не понимали и стали строить. Потому что это была не воля Божья, чтобы они такой город построили. Потому что гордость приходит к человеку. Придет гордость, придет это оформление, как говорит Слово Божье. А гордость – это очень страшное вредо. Гордость не позволяет человеку вообще даже покаять, например, Христоса Христа. Заним Господом Спасителя. Гордые люди, они не принимая спасения, уходят в ад. И поэтому гордость – это очень опасное качество человека. Можешь грешить любыми грехами, но человеку может прийти к Иисусу Христу и покаяться, принять Его Самым Господом и Спасителем. А есть люди, которые не хотят принимать Его Самым Господом и Спасителем. Они гордые, они считают, что они умнее Бога, что вообще Бога нету. Я сам себе Бог, я сам себе Господь. И они не хотят принимать Его Самым Спасителем. Вот эта гордость не убьет человека. Поэтому гордость – страшный грех. И поэтому Господь разделил языки. Здесь говорится, что языки умокнут. Невозможно, что у нас будет один какой-то язык, на котором мы будем разговаривать опять снова. Как это было раньше, до того, как люди начали строить Вавилонскую башню. Пророчества прекратятся. Пророчества – это когда сейчас на земле Бог говорит определенным людям через избранных пророков. Слово своё, что должно произойти. И это всё уже будет не нужно, потому что это уже всё исполнится. Вот это всё слово, вот эта вот вся Библия, она уже исполнится. И оно уже всё прекратится. Прекратится существование, оно уже будет неактуально. Потому что многие вещи, которые написаны в Библии, да, они видим мы жизни, что мы здесь живем. Это как бы инструкция для нашей жизни здесь, на земле. Ну вот. Как нам жить духовной жизнью здесь, на земле. И когда мы уже будем жить в городе, который приготовил нам Господь, там уже не нужно это будет всё. Эти пророчества всё. И пророчества, написано, прекратят. А любовь никогда не перестаёт. То есть там Бога никогда не прекратится существование. И мы должны верить, ухватиться за Иисуса Христа. Ухватиться за Бога. Вот. И следовать за Ним. Потому что Он есть любовь. И Он нам предлагает вечную жизнь, говорит, в Иисусе Христе. Верующий Сын Божий имеет жизнь вечную. А неверующий Сын Божий не увидит жизни, но гнев Божий притывает на нём. И если вы ещё не приняли Иисуса Христа, не откладываете своё спасение, Слово Божий говорит, сегодня день спасения. Прими Иисуса Христа. Помолись Господу. Скажи, Иисус, я принимаю отец своим Господом и Спасителем. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Очисти меня от грехов моих. И прими меня с Ним. И наполни меня Сын Божьим Духом. Помоги мне предовать с Тобой. Жить праведной, святой и благочестивой жизнью. От ныне Иисус, ты мой Господь. Аминь. И Иисус, с этого момента, когда ты произнесёшь эти слова, с искренним сердцем. И примишь Его своим Господом. И Господь ведёт тебя по жизни. Он покажет Тебе Дух, по Которому тебе идти. Приведёт Тебя в ту церковь, в которую тебе нужно прикинуть. Познакомить тебя с братьями и сёстрами, святыми, да? Которыми ты будешь иметь общение для того, чтобы тебе подрастать духовно. И чтобы они могли тебя наставить, да? Наставить. Помочь тебе следовать за Иисусом. Я когда пришла в первый раз в церковь, там была огромная, огромная церковь. Вот, у меня было много наставников. У меня был лидер, был пастор, был лидер домашней группы. Вот звали её Оля, вот она у меня была лидер. Вот. И женщина, которая меня привела в церковь. Они все подливали наставниками. Они мне помогли утвердиться от дерева и сужигали там. Потому что вначале, в своём пути, младенец, он ещё не может там следовать за искусством. Нужно, чтобы ему кто-то помог. Апостол Павел был мужем Божьим, да? Который оставил младенческое. И он уже стал мужем Божьим. И он не заветовался с кровью и плотью. Он сам получил откровение лично от Иисуса Христа. И таким образом он проповедовал по всему миру Евангелия, Благодати Божьей. Он проповедовал Христа Распятого. И силы чудесами и знаменениями. Люди веровали. Покорение Леи. Кто-то покорялся Леи, кто-то не покорялся Леи. Мы тоже делаем звану, потому что мы утверждены Леи. И те, кто утверждён, тот и идёт и проповедует Иисуса Христа Распятого. для того, чтобы люди могли покаяться. Давайте дальше продолжим. Деяния апостола, страница 151, 16 глава, 17 стих. «Когда же крестилась она и домашняя, и это просила нас, говоря, если вы признали меня верным Господу, то войдите к дому и живите у меня». И убедила нас. Но эти стихи мы сами разбирали в прошлой разы. И апостол Павел, да, он проповедовал. И была одна женщина из города Сеакир именем Лидия. Она очень чтила Бога, и она занималась торговлей с богорянецей. Она слушала, что и Господь отверстие сердце, и занимает то, что говорил Павел. То есть, если Бог не отверстие сердце, чтобы услышать Слово Божие, да, то ты не услышишь. Надо, чтобы Господь откропал в сердце. И вот она слушала проповеди Павла и решила покреститься. Все домашние покрестились, она покрестилась и предложила, значит, апостолу Павлу жить у нее. Конечно, апостол Павел был не один, он был с учениками, с братьями. И, в общем, она убедила их, чтобы они жили у нее. Она сказала, если я, если вы признали меня верным на руку, Господи, заводите в сумму и живите. И они поселились в нее дома. Господь говорит, чтобы мы ревновали астронопринятые. То есть, если приезжают, допустим, верующие, чтобы мы принимали их, да, по себе домой, чтобы они могли жить у нас. Библия говорит, как хорошо и приятно быть, братья вместе. Жить, братья вместе. Это как еле, текающий на городу Аарону. То есть, это радость, это веселье. Братья, когда вместе живут, вместе славят Бога, вместе, вместе, значит, поклоняются к Богу, это такое награждение. И, когда христиане вместе собираются, это честивый момент христианской жизни. Эта женщина, Лидия, да, она где-то кучей доказали, что апостол падал в нее жил. Если кто-то захочет сюда приехать, да, и если вы считаете меня верным Господом, да, то войдите в дом и живите у меня. Так, если кто-то захочет приехать, так положить Господу здесь тоже в этой церкви. Я буду только рада, и, в общем, Бог говорит о любом сердце на приемстве. Если кто-то приходит к вам, да, из верующих, вот, вы принимаете их по жизни, то вы принимаете ангела, Иисуса Христа. Иисус однажды скажет, да, Господи, Господи, люди будут говорить, не твоим именем пророчествовать, не твоим именем не детства подгоняют. А он им скажет, отойдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие. Они скажут, как это, вот, а он докажет, я был голоден, я был в жажде, а вы не накормили меня, не напоили меня, я был болен, я был очень лучше, а вы не пришли ко мне, не посетили меня. И они скажут, когда это мы тебя не накормили, когда это мы тебя не накормили, когда-то это было больно, мы не приняли себя, когда-то это было асимуницией, мы не пришли, не позаботились, когда это было, скажи, что мы не делали это одному людям, то, значит, не делали это мне. То есть, Бог отождествляет людей, да, больно, потому что Иисус Христос, он пришел в области сюда, вот, и поэтому он нас называет, те, кто принял, да, его первого целью называет, не братьями, не младшими, а уже его братья и сестры. Он наш старший брат, Иисус наш старший брат. И он нас сождествляет в мире эту работу, мы относим к Иисусу Христосу. И поэтому он говорит, если вы не сделали это основному и здесь меньше, то не сделали это. И поэтому уже наблюдается с работой, да, не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в стактное небесное, но исполняющий более основное небесное. Так оказал, как хочется. То есть вы заполняете волю о стане небесного, что вы войдете в стактное небесное. Не заполняете волю о стане небесного, значит, не войдете в стактное небесное. Даже если вы говорите «Господь, Господь». И еще когда была неверующая, я тоже говорила о Господе, когда у меня постоянно выходила, выходили эти слова. У меня был дневник, и я там дотянулась. Я смотрю, уже начала читать, когда уже много лет прошло, я открыла, смотрю, а там везде «Господь» написано. Но «Господь» и «Пальник» и «Бог» у меня нет. То есть еще тогда, когда еще Иисуса Христа не знала, когда Богом, уже моя душа повторно говорила «Господь». Но это не значит, что я бы вошла в стане небесным, потому что я говорила «Господь». И только когда я приняла Иисуса Христа своим «Господом», тогда можно сказать, что я спасена. Это истина. Иисус есть истина. Истина поселилась внутри нас. И нам нужно верить, когда мы приняли Духа Святого, сказали Дух Святой во единую сердцу. И Дух Святой зашел в наше сердце. Теперь Иисус Христос живет Духом Святым в наших сердцах. Любовь Божия имелась сердца наша Духом Святым, данным нам. Это оно, можно сказать, о том, что мы с вами имеем Сына Божьего. Поэтому Увидия говорит о том, что не имею Сына Божьего. Не имею Сына Божьего. Не имею Сына Божьего. Не имею Сына Божьего. То есть мы должны четко знать, что мы имеем Сына Божьего. У нас есть внутреннее свидетельство, которое учит нас сегодня. Помазание, которое учит нас сегодня. И оно истинно и не ложное. То, чего она научила, это ее помазание. Мы тоже должны пребывать. И апостол Павел говорит о чем-то, чего он достигнет. Мы так и должны, по тому правилу и должны жить. Давайте я на это пойду, навсегда. Я на это пойду, навсегда. Продолжение следует... 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 Церковь, она действительно, она силу приобрела, она сильная должна быть, она должна, ее ноги должны быть сильными для того, чтобы ходить, да, вот, ведь ей проповедовать в Евангелие. И я помню, Павел говорит, как прекрасны ноги благодетствующих благое, и именно вот о благодетствии об Иисусе Христе он говорил, вот эти ноги, они прекрасны. И это все имеет духовный смысл, потому что Церковь, она должна быть выносливая, да, подобна коню. Вот, и копыта, вот, Бог с Копом я сделаю медным. Так, здесь говорится, и загрушишь многие народы. То есть Бог через Нарок и Нехей пророчится на Церковь, да, загрушишь многие народы. Что значит загрушишь? То есть покоришь их в вере, в Евангелие Иисусу Церковь, да, загрушишь многие народы. Ну, не сказано, что все народы, да, посвятишь, сокрушишь многие народы. И написано, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли. То есть Бог, Бога здесь, народ Михея говорит, что он владыка всей земли, то есть на земле. Потому что эти пожертвования, они нужны на земле. На небесах они как бы не нужны, потому что Бог, он сам все дает нам, небес, вливая свои благословения. А здесь на земле, вот, они нужны нам, они на сети, на пожертвования, вот, для служения Господу здесь, на земле. Потому что мы входим здесь воплотиться, хотя мы духовной личностью, но мы живем еще воплотиться. Поэтому нам нужно питаться, нам нужно приобретать какие-то вещи для того, чтобы служить Господу, да, здесь, на земле. Кормить людей, например, вот, даже физической пищей. И нужны вот эти вот стяжания и богатства владыки всей земли. Церковь посвящает Господу, да, эти все финансы, их богатства, вот, посвящает Господу. В Деяниях Апостолов это написано о том, как Апостолы, да, они разделяли все множество, которое приносили верующим. Вот, и они продавали и линия свои, и приносили, вот, деньги к ногам Апостолов. Вот, Апостолы уже распределяли. И вот эти вот все финансы, они шли на служение Господу. Написано, посвятишь Господу стяжания и богатства владыки всей земли. Наш Господь Иисус, Он царствует на земле. Написано, и будет царство Господа. То есть на земле Господь царствует. Он не только на небесах царствует. Он здесь поставил церковь. И церковь здесь стоит, на земле. И Иисус Христос, это глава церкви. Написано, Он владыка всей земли. Владыка всей земли. То есть церковь, которая стоит на земле, это, если ты приносишь туда свои пожертвования, десятины, это ты приносишь владыки всей земли. То есть владыки Иисусу Христу, да? Владыки нашему Господу при единомо отсутствии, на Те Том Богу ты приносишь. И поэтому Бога Божия говорит, что вот эти все финансы, которые ты отыдешь Богу, они идут на распространение Евангелия в царствах небесных, в церкви и в церкви. Царство Божие и во всей вселенной нам нужно распространять, да? Чтоб земля наполнилась видением Господа, как вода наполняет море. Они будут учить каждого ближнего судьбы, каждого брата судьбы, говорят, что знает Господа, потому что все от малого до великого будут знать меня. Вот если бы не было финансов, да, вот если бы не было у нас ничего, да, для того, чтобы приобрести, ну, чтобы опасать как-то людей. И даже вот камеру надо для нашей церкви, чтобы водки могли бы там смотреть эти проповеди наши по всему миру. Они нам и таким образом Евангелия царства небесного города сохранялась по всей вселенной, да? Вот если бы этого у нас ничего не было, то как бы мы могли это все делать? Или, например, накормить голодных, да, петь в церкви? То есть если бы не было финансов, как бы мы могли это сделать? Поэтому Бог все мудро устроил. Он на земле Господь, и Он на небесах. Он Господь Его. Он над всем имеет власть. Он превышен небес при вождеством. Наш Господь Иисус превоздеством превышен небес. Его власть безгранична. Аминь. И мы с вами, как церковь, мы его надеем, загрушать многие народы, защищать Господу стяжание и богатство из благих святений. Дайте молодить. Поповедовать Евангелие. Аминь. Набьет Евангелие. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Аминь. Вот такая вот невеста у Иисуса Христа. Вам ее показал город. То есть, невеста Иисуса Христа – это город Иерусалим, который ходит от Бога. То есть, будет великая брачная вечеря Агенса, когда Иисус соединит с своей невестой. Вот, и мы и есть этот город. Мы все верующие, да? Мы живые камни. Мы домостроители Тайны Божьих. Мы должны думать о себе, чтобы… Я один камешек в этом городе. Всего один камешек. Я драгоценный камешек. И я являюсь частью этой вот невесты – Иисуса Христа. И мы все вместе – и брат и сестры во Христе, да? Это все… Мы все вместе заставляем им место Иисуса Христа. А он – Иисус Христа. А он – Иисус Христа. Крайковый камень. И самый драгоценный, избытанный. И верующий в Него – не постыдиться. Мы, как живые камни, устрояем дом духовный. И… Бриллиант здесь – это бриллиант. Бриллиант. Здесь написано, что он имеет высокую стену, он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню. Как бы камню Ясису Христово видно. Это бриллиант, подобно бриллианту, встретит, значит, это светило в этом городе, да? И дальше Бог описывает через данное богослово, как выглядит этот город. Стены его одинаковые. Получается, широту, длину и высоту одинаково. Получается, он как бы имеет форму куба. Да? И стена города имеет 12 оснований. Аминь. Вот 22 стих. Говорит о том, храма же я не видел. Ям Богослов. Пишет. Ибо Господь Бог содержит и храм его явно. Аминь. То есть, Господь наш Иисус-то, Он и есть Агнец, и Он же есть Господь Сидержитель. То есть, Он и есть этот храм, а мы есть храм Бога с вами. Даже сейчас здесь Бог на земле показывает тень небесного. Мы с вами не на земле, мы с вами и на небе мы с вами. Мы одновременно на земле и на небе. И наше тело является храмом Святого Духа. То есть, Дух Святой Поселённый Матринат. Наши тела, вот эти физические, они являются храмом Святого Духа. Вот. Даже здесь на земле. А здесь говорится о том, да, что здесь новая земля, новое небо. И вот с неба распускается вот этот вот город. Это мир, Господь Христа. Небо от Бога. Вот. И этот город выглядит так. Значит, Господь есть Бог, храм его написано. Храм этого города. Храм этого города. То есть, мы в Униуме получаем. Этот город находится в Униуме. В этом храме. Потому что так оно и есть. Мы в Нём, а Он в нас. Вот. Он отождествляет нас с тобой. Мы с Господом одно. Даже здесь на земле апостол Павел говорит, соединяющий с Господом есть один дух с Господом. Вот. Господь Иисус отождествляет нас с тобой. Вот. И Господь Иисус отрадит агнец Божий. Он в веке будет на троне тебя. Агнец Божий, который умер за наши грехи. Это жертва. Жертва. Вечная жертва. Она всегда будет. Она будет вечной. На ногах и на руках. Вот. Напоминание о том, что Господь сделал за нас. Он будет водителем агнец. Эти это деревья. Эти этот город очень красивый. и уницы его из золота, из чистого золота, как прозрачное стекло. Но вот основание первая ясность, я знаю, что это время, второе софир. Но софир я тоже знаю. Я знаю, что софир бывает в теневоцветах, у меня даже есть пирожки такие, камни и софиры. Халкидо не знает, Морак не знает, Сердоник не знает, Шестой Сердоник не знает. И, конечно, Бог все откроет у меня постепенно. Если кто-то знает, можете поделиться и сказать, как выглядят эти камни. Здесь я даже в магазине, может быть, они как-то по-другому называются. Потому что ясность, а людей вообще говорят «Бриан», ясность никто не говорит, «Бриан» говорит. «Бриан». В основном камни там фианица, отделка, ну, укроп, обыкновенный. И здесь город огромный, вот такой огромный город. Он такой прекрасный такой. И мы вновь учимся в этом городе. Иисус сказал, что в доме отца Моего обители много. А если это не так, то я говорю, иду приготовить место вам. И я уйду и приду опять к вам. Иду и возьму их к себе, чтобы были там, быть и я. И мы, церковь, да? Мы должны находиться в состоянии ожидания, пришествия Иисуса Христа, когда Он придет за нами до Средней Верции. Мы должны ждать. Мы должны быть мудрыми девами, которые сохранили масло в соходах Среди. То есть дуть Святой должен в нашем сердце всегда пребывать. Мы должны специально находиться в Духе Святом. Чтобы нам не хватить в искушения всякие различные. Потому что мы здесь, где мы живем. Вот я, например, в последнее время. Вот уже буквально с Нового года почти. Я вот телевизор не смотрю. Я специально сказала, чтобы мне отключили кабельные фильмы. Чтобы не смотреть вот эти вот передачи, разные фильмы. Вот для таких. Я был в период, когда я вот приходила с работы. Смотрела телевизор. И отдыхала таким образом. У меня не было времени на то, чтобы там, какими-то божьими делами заниматься. На бизнесе под нами еще что-то делать. Вот. Ну. Сейчас я в основном внуков не занимаюсь. А вообще, вот когда вот внука не было еще, вот я, например, телевизор. И была сильная метель. Вот. И, в общем, так получилось, что Бог сделал так, что вот именно мой кабель, ну, и он там сломался. У всех телевизор работал, а у меня не работал. Вот вызвали мальтера. Он сделал это все. Потом я решила, что не буду смотреть телевизор. И вот Бог сделал, что я вот теперь стал телевизор смотреть. Вот. И как у меня есть больше времени на Бога, это на разрушение, а Божье. Потому что днем, утром я молюсь. Вот. И мне целый день нужно размышлять об этом Слове Божьем, в котором я пребывала. Вот так, например, да. Но если я буду смотреть фильмы, то у меня будут в голове фильмы какие-то. Вот. А нам нужно именно в Слове Божьем пребывать. И на Слове Божьем размышлять. И когда ты выключишь звук этого мира, тебе будет легче это сделать. Вот. И на конце концов я попросила, чтобы не отключить вообще. Но почему-то не отключить. То есть у меня всегда есть выбор посмотреть. Я могу посмотреть, но я не смотрю. Вот. И я лучше загрузила там проводики, с этих разных проповедников. Теперь я смотрю вот с вами днями вот проповеди. Ну, лучше я проповедь буду смотреть за работу, чем я. Буду смотреть какие-то мерзкие фильмы. Поэтому нам нужно постоянно преподавать другие люди. Вот. Церковь должна быть готова, да. Когда придется не жених. У нас должно быть жаждущим сердцем. Нам нужно быть верным. Ростом. Вот. Чтобы получать наслаждение от общения из них. Например, я учитываю христианство. Что такое не будущее. Бог так сделал, что я могу сейчас в любом умном посмотреть на любых видео с этим фильмом. Вот. Бесплатно. Раньше у меня не было еще такой возможности. У меня был старый телефон. И интернет был очень-очень медленный. Там вообще невозможно. Там ничто не открывалось. Ни аудио не открывалось. Ни видео не открывалось. Вообще ничего не открывалось. Мне так и взяли какие-то видео. Но видимость я не могу посмотреть. Вот. Был такой период. И я смотрела рекламу по телевизору, как люди психуют, когда у них медленный интернет. А у меня был он очень медленный. И я могла вот, короче, какую-то картинку, что я хотела назвать, чтобы я на это уходила целый чат, чтобы я назвала эту картинку. Вот. Я думала, это просто христианское терпение. Потому что мерзкие люди, они не смогут так долго терпеть, чтобы отдохнуть эту картинку. Так долго. Поэтому интернет был очень медленный. Ну вот. И сейчас, по богу, боговых возьмем. Ну вот. Ну вот. Снова у меня айфон появился. В общем, телевизор появился, где можно вставлять жесткий диск. И там у меня проповедь, где я нахожусь на крыльях. И проповеди целый день. Вот. Не целый день, конечно. После работы. Потому что я еще работаю полно. И бог мне дал такую работу, где можно там в пешенесе здесь размышлять на полную жизнь. То есть, благодать на благодать. По-любому, господи. Мне нравится эта работа. Ну вот. Слово. В общем. Бог дает все самое необходимое. Конечно, чтобы много, столько все необходимое дает. Я верю, что будет другой период жизни, когда бог будет отбивать свои благословения, чтобы у меня было больше возможностей для того, чтобы служить Богу. Я в это верю. Я в это верю. Но сейчас бог формирует в суд. Полирует в суд мой. Чтобы я могла научить это терпение. После того, как заканчивается терпение, начинается зло терпение. Вот это вот долгосерпение. Это сморт духа. Он должен нам выразить. Вот. А ты с вами никуда не денешься. А где ты христианин, где ты ведешь. А вот. Нарвать свой характер и меняться. Потому что у тебя церковь на этот путь, нужно по нему идти. Потому что мы все должны быть такими. У нас должен быть характер Иисуса Христа, если мы хотим жить в этом городе, который Бог приготовил для нас. Если мы хотим войти в Царство Невестное и жить там, быть обитателями этого города. И чтобы Бог жил с нами. И Он ходил с нами. И жил с нами. И мы были Его народом. И Он был нашим Богом. И нам нужно меняться. Нам нужно характер менять. И нам нужно смириться по крепкому руку Божьей, чтобы Он мог вознести нас в свое время. Аминь. Давайте откроем 22 главу Откровения и прочитаем Стерлова 14. И показал мне чистую реку воды жизни, и теплую, как кристалл, исходящую от престола Бога и авриста. Среди улицы Его, ибо то, и по другую сторону реки, грело жизни двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц год свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и огня-то будет в нем. И рабы Его будут служить Ему. И вызрят лицо Его, и иное Его будет на челах их. Аминь. Вот о чем мы с вами говорили в начале, что вот оно дерево даст и исцеление народу. То есть уже знание оно упразднится. Оно не нужно будет. То есть врачи, пироги, которые сейчас нужны, которые очень нужны сейчас на земле. Потому что люди болеют, живут в проклятиях, в болезнях без Иисуса Христа. Будут не хотят Богу приходить. Вот эти хирурги, они все нужны. И даже верующим, которые не верят в свое исцеление. Божественные, да. Помимо таких хирургий, они нужны. И врачи нужны, и продавцы нужны. Нужны, в общем, тактисты нужны. Рабочие нужны, шахтеры нужны, чтобы добывать от этого все. Оголь, там, нефть. Многие профессии сейчас нужны, да. Бухгалтерам нужны. А деньги на деньги. Потом это уже, когда мы будем жить в этом городе, это ничего не нужно будет. Мы будем пребывать постоянно в любви Божьей только. Аминь. Сейчас на земле, да. И редкие моменты счастья в нашей жизни, когда мы наслаждаемся сейчас. в этой жизни. Вот. А там это будет постоянно. То есть, здесь это так мало, и человек постоянно хочется, чтобы это вот никогда не заканчивалось. В этой жизни. Она может быть коротковременная здесь на земле, но там будет все по-другому. Я думаю, что там будет постоянное состояние. Наслаждение постоянно. Вот сейчас, допустим, чтобы нам в молитве достигнуть наслаждения, да, нам нужно трудиться там, молиться. Вот. Достигать состояние наслаждения с Богом. Вот. Как можно лучше днем оставаться здесь на земле. А там это будет уже молитва о постоянное состояние наше в наслаждение и единство наше с Иисусом Христом. И Бог наслаждается постоянно, без остановки. Это вечная жизнь. Это вечная жизнь. Здесь на земле, да, нам кажется, что мы не живем, но кажется иногда, что мы не живем, а существует. Вот. Но потому что это суета. Много суеты здесь на земле. Вот. Но там и так это всем будет под руку. Там будет вечная жизнь, вечное блаженство, да. Рай, как говорится. Но есть другая сторона, что люди, которые не приняли Иисуса Христа, а остались ровами дьявола, да, они будут вечно мучиться. То есть муки их не будут прекращаться. Это будут вечные муки. И Господь сказал, да, пойдут праведники в жизнь вечную, а нечестивые грешники сойдутся в муку вечную. Вот. И поэтому Бог призывает нас, да. Святой да освящается еще. Править нету, сделай правду еще. А нечестивые пусть еще скорнятся. То есть Бог всегда дает Судьба. Хочешь быть святым? Освящай меня еще. Хочешь быть праведным? Делай правду еще. Не хочешь быть святым? Хочешь быть грешником? Продолжай грешить, продолжай делать неправду. И Господь говорит. И Господь говорит. Жди приду в скором. И возьмите мою санмазь, чтобы угостать каждому по делам его. Аминь. Аминь. Иисус. Продолжайся. Аминь. Иисус. Заморцы дорог, ранит ракоценных камней. И восток, традит садок, традит ракоценных плодов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Третье проклятие, третье наказание, то, что мы должны были понести, взял на себя. И людей, которые жили до Христа, а Он спустился в ад, когда Он был в гробу, то есть в его теле лежал в гробу, Он Духом истился в ад. И там Он проповедовал Духом праведников. И Он праведников забрал к себе. То есть в аду там остались кто-то нечистивые грешники. И сейчас нечистивые грешники снова попадают в вас. Верующие идут до Небеса, даже напрямую идут до Небеса. Этот верит, что когда человек выходит из своего тела, верующий дал это за Христа, он идет в Бога Небеса. Я вот так вижу. Мы принадлежим Ему, то что Христа, другому, под крышами из мертвых, мы принадлежим. Мы приносим плод Богу. Вы даже сможете дальше прочитать. Потому что, когда мы жили по плоти, без страсти грехозной обнаруживаемых законов действий и членов наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, о котором были связаны, мы освободились от него, чтобы заслужить Бог во обновлении Духа, а не поверхность Бога. Аминь. Например, женщина вышла замуж, а у нее муж умер. Все, она уже освобождается от закона замужества. Точно так же и закон греха и смерти. Допустим, мы были замужем и женаты на этом законе. Вот. А этот закон умер. Все. Все, мы теперь уже вышли, да, уже с другого. Мы теперь принадлежим другому, под крышами из мертвых. Мы другому закону уже. Мы живем по закону жизни во Христе и Пустье, а не по закону греха и смерти. Аминь. Мы освободились от того закона, который был раньше. Вот раньше меня муж бил, да. Я развела и развелась. Еще спермия больше не было. Вот. Например, вот эту замуж за другого, да, который меня не бил. Вот. Будет все очень прекрасно и хорошо. Вот. И аллилуйя Господу. Того Господу, что мы освободились от этого закона греха и смерти. И не принадлежим другому. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы должны в своем разуме понимать, что мы принадлежим Иисусу Христу. Что мы не принадлежим тебе. Я уже не иду туда, куда я хочу. Я должна идти туда, куда Бог хочет, чтобы я шла. Потому что я принадлежу Иисусу Христу. Я уже не должна делать то, что я хочу. Я должна делать то, что Бог хочет из меня. Потому что я принадлежу Иисусу Христу. Также, когда вы женитесь и будете замуж, вы уже считаетесь мнением супруга, потому что раньше вы были свободны от него и делали то, что вы хотели, и жили так, как вы хотели. Но когда вы женитесь или вышли замуж, вы уже не приглушаетесь к мнению друг друга и приходите к обоюдным решениям, чтобы жить в мире и согласии и связи с Божьей. Нам нужно быть в мире с Богом, жить в согласии с Богом, потому что мы уже отдали свою жизнь и новую, и надвижимость с Богом. Аминь. Давайте споем. Бабка Ершину. Бабка Ершину. Бабка Ершина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это говорит сам Господь, чтобы жена не разводилась в море. Пишем брак, это имеется в виду верующих, когда женятся, то им уже нельзя разводиться. Инициатива не должна идти от жены никогда, чтобы она хотела разводиться в море. Это подъявляет сам Господь. Написано, если жена разведется, то должна оставаться безбрачной. То есть такая же жена, которая сама проявила инициативу для того, чтобы развести. Она должна оставаться безбрачной. То есть если инициатива шла от жены до развода, то она должна оставаться безбрачной. Это поверевает сам Господь. Дальше идем. Ирия должна примириться с мужем. Но, конечно, если она хотела развести, значит, она ей консольна. Такое бывает в жизни очень часто. Особенно в семьях это происходит. И слава Господу, что Бог говорит нам о том, чтобы мы научили прощать друг друга. И нам нужно прощать друг друга и быстренько помириться. Он даже говорит, если, может, из тебя разрешили, 490 раз в день. Нам нужно прости. Тут какая-то ссора произошла между мужем и женой. И жена обиделась и решила разбираться. Так вот, если она разведется, то она должна оставаться безбрачной. То есть не должна идти инициатива от жены до развода. Нужно помириться с мужем. Либо оставаться безбрачной. Дальше. Бог повелевает мужа, не оставляя жену. Если муж оставляет жену, это грех. Это ответственность уже на мужа лежит. Если он оставит жену. То есть уже не она виновна в том, чтобы ее оставить. Потому что она не хотела, чтобы разводиться с ней. Не хотела и работать. А он, допустим, ее оставил. Это грех. Потому что Бог повелевает, что муж не должен оставлять жену. А если он ее оставил, то она уже невиновна в том, что она ее оставила. Она оставила одна. То есть ответственность лежит в этом случае нам мужа уже тогда за этот грех. Если он оставит жену. Аминь. Все понятно, да? В моем случае, в моей жизни было тогда, муж оставил меня. Откровение. То есть я не была инистратором для работы. Когда я венчалась в этой церкви своей, то не была инистратором для работы. Никогда. не было инистратором для работы. То есть муж меня оставил сам. Поэтому он согрешил. Откровение. Откровение. Страница 279. Давайте почитаем. Пятая глава 10. Пятая глава 10. Откровение. Пятая глава 10. Обоснование. Духовность. Браткие в корнице. Эта глава 10. Таким. Одним сообщилах 10 лет. Рулировышев мы позваживали Царями и священниками. Бога Нашему будем ставить此 на земле. То есть Бог даёт власть нам, верующим, быть царями и священниками Богу нашим. И мы будем царствовать на земле. Вот сейчас церковь царствует. Церковь – это представитель Бога на земле. Поэтому она имеет власть. Крестить – власть продавать сатане, власть венчать церковь. Это имеет церковь. Она имеет власть быть чадами Божьими. Мы имеем власть – мы детьми Бога здесь на земле. Мы его дети. Мы дети Бога. И Библия говорит об этом. Это именно о нас говорится. Потому что Высшая Библия говорит о том. И поют новую песню, говоря. «Достойчиво здесь к ним и снять мне печать. Ибо ты был запом, и кровью с твоей искупил нас Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Ведь мы по всему миру верующие, которые искуплены до крови, агентства, из всякого колена, народа, и племени. Это Он нас задел царями и священниками. «Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Первый раз я крестила двух девочек у нас по морю. Они ходили в церковь. Я была молодежным лидером на церкви. Было много молодежи очень. Вот две девочки решили покреститься. Мне пастор сказал, чтобы я их сама решила покрестить. Но я их твои первые покрестила. То есть она меня уже учила, как использовать власть, да? Крестить. То есть Бог дает нам власть – крестить. То есть если человек верует, то если ты верующий, то ты можешь крестить уже. того человека, который веровал в это. То есть чтобы Царство Божие расширилось, чтобы Царство Божие распространялось. Чтобы было как можно больше верующих в высоту, которые там было здесь на земле. Аминь. Мы с вами решили разрушить и делать дьявол здесь на земле. Для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить и делать дьявол. Он пришел, разрушил и делать дьявол. Мы его последующим. Мы очищаем территорию, где Иисуса Христа здесь на земле. Нам нужно это понимать и осознавать. Аминь. Я не могу спокойно рассидеть и смотреть, как молодежь мотивится. Я говорю всегда, выражайтесь культурно. Я не хочу, чтобы мои дети, мои внуки росли в таком обществе. Где люди вообще не имеют никакой культуры, никакого морального образа жизни. То есть, где живут люди, которые дерогируют. Но, слава Богу, они изменились. Но все равно нам нужно пресекать. Если ты имеешь власть на земле, то ты не должен равнодушно смотреть на вверх, когда люди вышли. Или что-то делать неправильно. Аминь. Давайте откроем Исайю. Исайя, пророк Исайя, страница 731. Исайя, пророк Исайя, пророк Исайя. «Радостью буду радоваться Господи, ведь и вознесеться душа моя, о Боге моем, ибо Он облеплен на вред и спасение, одежды и правды одел меня, как на жениха возложил ленец и как невесту кальчую областью». Аминь. Самое счастливое мгновение – это когда люди женятся, приходят замуж, когда свадьба. И пророк Исайя говорит, что я буду о Господе так радоваться. «Он заселится душа моя, о Боге моем, ибо Он облеп меня в предиспортии, то есть мы сами спасенные, для нас уже одежды праведные, одежды и правды одел меня, как на жениха возложил ленец и как невесту кальчую областью. То есть наш Господь нас нарядил, моего невеста, Он нас надевает, у нас готовит к брачной вечере Аганца. Я вот каждый день молюсь о том, Господи, помоги мне, чтобы… И я благодарю Тебя, я тоже благодарю Его за то, что я возьму на брачный стиль, его брачная одежда. Потому что на брачном кирсе там есть встреча такая, где говорится о том, что брачный кирс напомнился возлежащими. И тут, значит, увидели, что возлежит какой-то там друг в небрачной одежде. И они ему говорят, вдруг как-то здесь оказалось, это не брачная одежда. И они выгнали его из этого брачного кирса. И поэтому, если ты не одевал праведность Иисуса Христа, одежды праведности Иисуса Христа, то ты не можешь быть брачной одеждой, потому что нам нужно одеться именно в рыбе и спасение с одеждой праведности. Вот. Тогда только к нам приходит радость и уверенность в том, что мы с вами спасены, приходит радость, спасение. Аминь. И будет брак между Христом и Церковью. Аминь. Мы с вами именно к этому браку должны готовиться. Христиане. Не о земном надо думать, а о горне. О небесном надо думать. Потому что, кто думает о земном, Бог – это чрево. И, конечно, погибель. Поэтому нужно нам думать о горне. «Если мы воскресли за Христом, то ищите горнего, где Христом сидит одесной отца, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо жизнь наше покрытое, как Христом, Боге. Когда же явится Христом, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Аминь. И поэтому нам нужно отложить эти дни, словечие, церновсловие, вот, уст наших, да, облицем нового человека, который обновляется по образу создавшего Его. Да? Отложить Бога в Верхового Человека, в жизни Верхового Человека, который сплевает по образительному опыту и обновиться Духом, ума нашим. Вот. Чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая Будность, совершенная. Не говорите уже друг другу, вот, облегчить сверху человека, сделай меня. Вот. Но обновиться вновь, по образу создавшего это, где нет ни Елина, ни Елии, ни Варвары, ни Скифа. Вот. Но все и во всем Христос. То есть даже Варвара там нету. Может быть, раньше он был Варваром, убийцем, какие-нибудь там вообще. Вот. Сейчас его нету. Все. Он во Христе Иисусе, дитя Божье. Во Христе Иисусе нет ни Иудея, ни Елина, ни Барвара, ни Скифа. Вот. Но теперь во всем Христос. Вот. когда человек строит какое-то зло, что-то ужасное, называется его Варвар, или он какой-нибудь там вообще не соответствует своему пониманию в образу знакального человека. Вот. А Бог говорит, что такого уже нету. Не существует такого. Есть только ты и в себе Бог. Все. И ты в нем. Все. Это новое творение у Христа Иисуса. Аминь. И Бог веселится и радуется. Он ждет того момента, когда мы с нами соединились. Вот. Сейчас мы, как невеста, это за Христа. Вот. Ждем, да, его. И в притче написано, что жених замедлил. И даже мудрые девы уснули. Все уснули. И уснули и глупые девы, и мудрые. Они все уснули. Но все равно у мудрых дев было масло. И у Дух Святой. И они вошли, когда жених пришел. И двери заслалились написано. А не мудрые девы, а тайные. И Господь им сказал, я не знаю вас. Я вас не знаю, что вы такие вообще. Хотя это были верующие. Все верующие были. Поэтому давайте бодрствовать, братья и сестры. Если вы хотите быть восхищенными Иисусом Христом, надо бодрствовать. И молиться. Аминь. Давайте с вами споем. Эта песня родилась 14 декабря 2015 года. И 20 декабря 2015 года и закончилась эта песня. И так далее. Все по сочodi using карман денежные бодрствуют столь и горы, soldа, по трудной текстуальными мできли Justine. Ты ворвался в мою жизнь Я назвал тебя, Мудрый, я живу Ты в небо, в макаре, в макаре Ты в небо, в макаре, в макаре Ты в небо, в макаре, в макаре Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...